Сага о темных героях рождения кровавой легенды. История о Логане. С чего все началось и чего не знает легенда кровавая. Посреди бескрайних земель, что звались тогда великими арийскими равнинами, меж кровавой пустыней, и царством кентавров, называемым не иначе как ужасным царством, вольготно раскинулся большой богатый город. Он не был прекрасным, безобразная крепостная стена окружала его. Стену венчали уродливые мощные башни. Каждый дом, каждая улица города, представляли собой очередное оборонительное укрепление. Дворец в центре странного поселения, дворцом звали лишь местные обитатели. Дело в том, что на дворец это сооружение мало походило. Мрачная могучая крепость. Уродливый шумный город стоял посреди мягких и щедрых земель арии. Да, именно таким он был, славный город Тар. Он не мог похвастаться красивыми храмами или дворцами. Храмов в нем не было вообще, что конечно странно было видеть в те времена, в большом и процветающем городе. Но лишь до того момента, пока не познакомишься поближе с его обитателями. Варвары, сплошь сильные умелые воины и рослые гиганты, средь людей прочих. Одного лишь бога признавали безжалостные и великие бойцы славного города, их богом был добрый меч и жаркая битва. И таким же был их город. Могучий, будто из стали сотворенный, неприступный. Он не мог похвастать красотой, но за все годы, что стоял град на равнинах арии, ни разу он не был разорен врагом. Никогда не пробивались вражеские войны даже за внешнюю крепостную стену, а если бы и смогли. На узких извилистых улочках города их ждала скорая смерть. Не только могучие варвары, видевшие в жизни лишь одну радость, достойную упоминание, радость жаркого боя, населяли великий тар. Или ужасный тар, как говорили жители северных королевств. Или царство убийц и бродяг, так говорили лорды озера драконов, более известного средь земель арии, как озеро Норх. Что, собственно, и переводилось как «дракон». Много разного людо было как в самом таре, так и за его стенами. Рабы, ремесленники и торговцы, те из них, кому владыка славного города, позволял жить и торговать в его стенах. Жены и дети воинов. Только не было среди них немощных стариков и детей в возрасте от 5 до 17 лет. Тех детей увидеть, можно было лишь в северной части города. Точнее, за его северной стеной. Там, где жили, они и воинским умением обучались. В маленьком городке, собственной крепостной стеной, и больше похожем на полигон, чем на городок. Но и там увидеть их могли, лишь бывалые воины, те, кто заслужили великую честь обучать молодежь, будущее Тара и их отцы. Для всех остальных малый город был закрыт, даже для прославленных воинов. Чьи дети не пребывали в городке и чьих подвигов на поле боя, не хватило для получения почетного права обучать молодых. Что и породило среди людей арии немало легенд о том, что девойны славного города и не рождались во все, а сразу приходили в мир такими, дикими, беспощадными, страшными в бою. Тихо ныне было на улицах славного города. Мрачны были воины, бродившие по его улицам и несущие службу на стенах. Тихо было в тавернах и домах. В грозном молчании застыл дворец короля. Мрачная стража преграждала в него путь всем, даже самым близким королю людям. Сегодня был печальный день, день скорби. В покоях замка, в женской его половине, на простом, но богато убранном ложе, покоилась хрупкая бледная, но, даже сейчас, необыкновенно красивая женщина. Она редко и тяжело дышала. Несчастная умирала, было ясно с первого взгляда. Подли нее на резном стуле, закрыв лицо руками, восседал могучий гигант. Великий кемер, король славного города. Король предавался скорби. Он не плакал, нет, королю Тара, плакать было нельзя. Но смотреть на него было страшно и больно. Прекрасная Неа, его жена, его королева, умирала. Бесстрашный воин любил ее, не в пример с братьем, он любил ее по-настоящему. Он даже позволял ей говорить в своем присутствии без своего на то разрешения. Конечно, когда этого не видели его воины. Тар считал так, женщина не есть человек, она лишь для того, чтобы приносить отдых и усладу притомившемуся воину. Она рожает ему детей и убирает его дом, готовит еду и беспрекословно подчиняется его воле. А также приглядывает за остальными женами воина, если он доказал на полях сражений, право вообще взять себе жену, и пожелал это сделать. У Кемера жена была всего одна, хотя он мог позволить себе содержать целый гарем. Кемер был великим воином, даже среди сынов славного города. Потому он и был королем. В городе славном, в Таре великом, мало было иметь права власти на трон, лишь по рождению. Велик и могуч, должен быть тот, кто правит и повелевает народом воинов. Ибо воин не подчинится слабому, ибо не примет воин власти слабого над жизнью своей. Любой из воинов Тара, что звание предводителей в бою заслужили, имели на трон столько же прав, сколько и сын королевский. Лишь сильного, умного, в боях удачливого и более дикого, чем они сами, могли королем своим признать великие воины. Таким был Кемер. И сегодня Кемер был рядом с умирающей Иния. Он любил лишь ее, ничто в этом мире не любил он так, как прелестную Иния. Теперь она умирала, несчастная маленькая Иния. Умирала, подарив ему второго сына. Логан, назвала она его. Он дал ей это право, называть его детей так, как того хочет она. Небывалая, великая честь, для женщины сына славного города. Вокруг ложа толпились люди. Знахари из рабов и ремесленников, и даже из неприкасаемых в пределах Тара и земель ему подконтрольных, торговцев. Среди них были и женщины. Кемер шел наперекор традициям и правилам, ведь речь шла об Иния, о маленькой хрупкой Иния. Все они скорбно склонив головы, стояли в полутьме помещения, не решаясь даже громко дышать. Они ничем не могли помочь жене короля, и они не знали, как поведет себя Кемер, едва уйдет в мир иной его жена. Он вполне мог перерезать их в порыве бешенства. Некоторые мысленно молились, чтобы этого не случилось. Присутствовали здесь и две рабыни-сиделки. Те просто забились в самый дальний угол комнаты, они то знали короля варваров получше прочих и видели его в гневе. У входа, преклонив головы, стояли два воина. Оба носили почетные звания предводителей. Один престарелый прославленный во множестве боев и заслуживший право вести в бой до пяти тысяч воинов сразу. Фактически маршал армии славного города. И второй, еще совсем молодой, заслуживший право лишь на пять сотен солдат, но обещавший со временем стать прославленнейшим воином и сильным предводителем. Их позвал Кемер, когда стало ясно, что королева умирает, и с этим уже ничего не поделаешь. Они не скорбели по умирающей. Она была женщиной, не их женщиной и статус королевы значил только то, что она женщина Кемера, не более того. Кроме прочего, об ушедших, арийские варвары, что поражало даже варваров северных королевств, если и горевали то недолго. Считалось, что павший или умерший, уходит в мир, в поисках нового тела и возрождается, найдя его. Правда, если по поводу воинов, павших в бою, все сыны славного города придерживались единого мнения, то в отношении умерших от старости или от болезни, мнения воинов разделялись. Кое-кто считал, что умерший ни от меча, ни в бою, не возрождается никогда, а умирает окончательно. Последний раз тяжело вздохнула королева Иния. Последний раз поднялась и опустилась ее прелестная грудь. Больше не услышит ее дыхание великий кемер. В комнате повисла гробовая тишина. В полном молчании люди ждали. Король сидел неподвижно, он уже понял, что Иния мертва. Медленно, очень медленно повелитель убрал ладони от своего лица. Пустые глаза на восковом лице смотрели в никуда. Он поднялся на ноги. Вон! Проговорил кемер, холодным, лишенным жизни голосом. Люди поспешили уйти, король ведь мог и передумать. Мог вырвать из-за пояса свой меч, с оружием воины тара расставались, лишь помертвев настолько, что уже не могли держать его в руках, и начать резать всех подряд, прямо у последнего ложа своей Иния. Радон! Ты останься! Будем говорить! Молодой предводитель замер в прежней позиции. Что-то говорило воину, что разговор не будет приятным. Он ошибался, почти. Сверг нас, объяви всем предводителям и лучшим воинам, сегодня на закате я жду их в зале Пирово дворце. Мы проводим Иния. Подготовь все к великому пиршеству. Не скупись, этот пир должен запомниться славному городу. Старый предводитель кивнул и скрылся за дверью. Он постарается на славу. И конечно он промолчит о том, что тар этим пиром провожает в последний путь женщину. Он скажет как есть, не отступив от истины. Повелитель в великой скорби, он желает поднять свое настроение грандиозным пиром и отметить рождение второго сына. Именно его рождение убило Иния. Король повернулся к Радону, когда они остались одни. Смотреть на Иния он избегал, боясь, что не выдержит и сорвется прямо на глазах одного из самых молодых предводителей Тара. Радон, больше ты не сможешь носить звание предводителя. Нахмурившись, воин посмотрел в лицо короля. Рука непроизвольно потянулась к боевому топору, заткнутому за пояс. Он мог потерять славное имя предводителя, только пав, мертвые не ведут воинов в бой, мертвые уходят к новому рождению. Или покрыв себя позором в бою. Неужели король решил выместить на нем свое горе? Зарезать его, утопив душевную боль в его крови? Кемер славился диким свирепым нравом, такого безумства, от него, можно было ожидать. Оставь оружие. Мой сын. Логан. Отныне ты будешь ему учителем и боевым отцом. На тебя я возлагаю его воспитание. Ты должен сделать из него воина, способного однажды сменить меня на троне славного города. На тот случай, если падет Ларатрон. Старший сын короля. Ты будешь следить за его обучением, ты будешь с ним в каждом бою, ты будешь охранять его. Ты и 29 лучших воинов, коих ты подберешь сам. А теперь, оставь меня воин. Радон поклонился. Он не знал радоваться или горевать. С одной стороны, король лишал его звания заслуженного ни в одной битве, отныне в каждый поход, что он решит отправиться, прежде. Радон должен будет получить на то разрешение Кемера. И участвовать в них он сможет лишь как простой воин, а не как предводитель. С другой, Кемер оказывал воину великую честь. Стать боевым отцом, возможно будущего владыки, это небогатый город с штурмом взять. Здесь честь поболее. К примеру, в финансовом смысле, он может вообще плюнуть на все походы и при этом ни в чем себе не отказывать. И он сможет взять столько жены рабов, сколько и сам король. Но. Не будет больше поднятого над головой топора, опустив который, он даст команду штурмовать город. Не будет походов, в которых несколько сот воинов ждут этой команды. Много чего не будет. Зато в иерархии Тара он теперь повыше свергназа будет. В случае смерти или болезни, ранения короля, во главе города встанет он, Радон. Если конечно еще малы будут дети его, если выживет он сам, когда потребуют некоторые предводители с оружием в руках доказать, что достоин Радон чести править ими. Это конечно хорошо, но. Почему мой господин? Спросил он, низко склонив голову. Вопрос был уместен. Вообще приглядывать за обучением сына должен был сам король. И телохранителей подобрать ему должен был он, а не боевой отец. У королевского сына, боевой отец появлялся крайне редко. Только если была реальная угроза междоусобной резни, после смерти самого короля. А ведь был еще Ларатрон. У него боевого отца не было. В скорой смерти король не ждал и за старшим сыном приглядывал сам. Тогда почему? Я. Король опустил глаза. Я не смогу, Радон. Я. Я его ненавижу. Не сказав ни слова, Радон покинул покои короля. Впервые его уважение к королю пошатнулось. Из-за бабы. Ненавидеть сына, будущего воина, из-за бабы. В первый и последний раз пошатнулось его уважение к королю. А еще к нему примешался страх пред великим королем. Почти миновав коридор, ведущий из покоев Иния сразу в мужскую половину дворца, в целях укрепления обороны. Прямого выхода на улицу эта часть дворца не имела, такой ход вообще был всего один, Радон остановился. Дикий вопль, непонятный и страшный вопль прокатился по коридорам и залам замка. Круто развернувшись на месте, воин бросился обратно, на ходу вытаскивая топор из-за пояса. Готовый к бою, он ворвался внутрь. Нынче в таре было неспокойно, мог то и попытаться прибить короля из-под тяжка. Так что. Король стоял, склонившись над покойной. Слезы текли по его перекошенному лицу. Заметив присутствие Радона, Кемер повернул к нему голову. Воин в страхе отступил. Лицо короля было безумным. Залитая слезами, красная, с пульсирующими на висках венами, оскаленные зубы и глаза, глаза бешеного волка. Он не походил сейчас на человека, скорее на демона ночи, какими их рисуют жрецы Барга. Во он! Проревел король, вынимая меч и указывая его острием в грудь Радона. Тот едва не потерял сознание от ужаса. Знаменитый меч короля, прославленный в веках Лазлагорн, пылал серым пламенем. Чуть живуя от ужаса, Радон позорно бежал от гнева своего короля. Он никогда не видел, чтобы Лазлагорн пылал, а король пребывал в таком диком состоянии. Что-то изменилось в его короле, что-то очень важное изменилось. С тех пор Радон почитал владыку не просто повелителем, он казался ему полубогом еще многие годы. Он набрал телохранителей для Логана и согласно воле короля внимательно следил за его воспитанием. Логан, в будущем, мог стать повелителем Тара, его воспитание и обучение не могло быть таким же, как у всех сынов славного города. Чтобы вести за собой твердых как камень воинов, нужно состоять из стали и стали эту, требуется закалять. И с тех пор славный город, уверенно с упорством заслуживал носимое им средь народа севера, звание ужасного. Кемер будто с цепи сорвался. Один большой поход, до пяти тысяч воинов сразу, следовал за другим. Они полностью разорили и смешали с пылью одно из северных королевств. Воины Тара обошли страну кентавров и, спустившись вдоль Великого Разлома, мечом и огнем прокатились по странам, прилегающим к побережью. Они сожгли несколько городов по берегам озера Норх. Ария умылась кровью. Даже к Великой Стене Вестфалии, что ограждала восток континента от подобных им, ходило воинство славного города. И им даже удалось пробиться за нее. Они сожгли какой-то город, разграбили несколько селений поменьше и, повинуясь голосу разума, убрались оттуда подальше. Все-таки Вестфалия была могущественным царством, и она могла собрать много воинов. Начинать с ними полномасштабную войну не желал даже обезумевший Кемер. Впрочем, Вестфалия также не особо стремилась вести длительных войн, потому они и не преследовали отступившую армию арийцев. А Кемер так и не успокоился. Еще много лет он резал всех подряд. Маленький мальчик стоял на каменистой земле границ кровавой пустыни, той, о которой легенды говорили, что некогда здесь сразился с богами Агаменнон Великий и с армиями их, свою ведя за собой. Вот на краю этакой милой местности, где пески были ничем иным, как высохшей кровью миллионов павших, и стоял тот мальчик. В высоко поднятых над головой руках он держал богато украшенный кинжал своего отца, стоявшего тут же и внимательно следившего за своим сыном. Отец мальчика являл собой воплощенный образ истинного воина Варвара. Это был жестокий, не знающий жалости человек, возможно именно поэтому он дожил до своих лет. Несмотря на жестокость, а скорее всего благодаря ей, отец мальчика был великим воином, равных которому не находилось по всей Арии, а возможно даже и на всем континенте. Варвар смотрел на сына и ждал. На его сына с ничуть не меньшим вниманием смотрел еще один человек. Он тоже ждал, но если в глазах Варвара легко читалась нежность, пускай практически незаметная под блеском стали, то во взгляде этого человека жили ужас и покорность судьбе, злой судьбе, в его случае. Сегодня он должен был стать первой жертвой еще совсем маленького Логана, сына Кемера правителя славного города Тара. Города могучих воинов и жестоких законов. Человек был тяжело ранен, но еще жив. Он покорно ждал смерти, полный ужаса, не в силах как-либо помешать происходящему. А за его спиной пылала деревня, где он родился, вырос и завел семью. Деревня не смогла отстоять свое право на жизнь с оружием в руках. Ее жители жестоко поплатились за это. За спиной приговоренного к смерти воина, слышны были громкие крики умирающих и стошные вопли женщин и детей. Воины Кемера резвились вовсю. Молодые женщины и дети останутся живы, может быть. Если им повезет, то их не убьют, а угонят в Тар, где продадут в рабство или оставят в услужении воинов. Или подарят кому-нибудь из свободных или крестьян. Ну, давай же. Убей его. Наконец воскликнул Кемер, потерявший терпение и слегка разочарованный нерешительностью сына. Ты баба или воин, убей его. На лице мальчика появились слезы, руки судорожно затряслись. В душе его, такой юной и полной нежных розовых тонов душе ребенка, шла тяжелейшая борьба. Для пятилетнего мальчика, пусть даже не по годам развитого, это испытание было чрезвычайно тяжелым. Он не хотел убивать лежавшего на земле беззащитного человека. Его тошнило от увиденного во время нападения на деревню, когда люди падали, разрубленные на куски или дико крича от боли, утыканные стрелами. Впечатления этого дня обрушились на незащищенный детский мозг, подобно урагану, сметающему все на своем пути. Мальчику хотелось бросить оружие и бежать отсюда как можно дальше. Все происходящее казалось нереальным сном, обычным ночным кошмаром. Но мальчик боялся ослушаться воли отца. Он просто не мог не выполнить приказа отца. В ушах гремели его слова «Убий! Убий! Убий!». Вдруг маленький Логан решился, отчаянно вскрикнув, он со всей силы вогнал кинжал в грудь раненого. Человек, схватившись за торчащую из груди рукоять, пронзительно вскрикнув, упал навзничь. Душа покинула бренную оболочку, а маленький Логан, переживший глубокую психологическую травму, упал на колени и горестно заплакал. Душа его уже не была нежной. Розовый цвет стремительно поглощала тьма. А пока он плакал не в силах совладать с собой. Странно, но маленький Логан плакал совсем не как дитя, его плач не имел ничего общего с оглушительным ревом ребенка. Логан проливал слезы тихо, почти беззвучно, так мог плакать мужчина, но не ребенок. Кемер с удовольствием отметил все это. Удовлетворенно улыбнувшись, он подошел к сыну и, возвышаясь над ним, словно гора, произнес. Молодец, Логан, я горжусь тобой. Не стоит огорчаться, если была такая возможность, этот, Кемер, с презрением посмотрел на труп и, продолжая говорить. Легко вытащил кинжал из неподвижного тела, перерезал бы тебе горло. Таков закон жизни, либо он тебя, либо ты его. Через несколько часов, малыш Логан, убивший своего первого человека ехал на трофейной лошади, по левую руку от отца, во главе отряда. Отряд возвращался домой, в Тар, с победой. Бей! Бей, щенок! Бей его, Логан! Ранар! Вас трое! Вы что, малолетние девочки? А Калина с клинка! Смешайте его с грязью! На перебой кричали собравшиеся во дворе учителя, все прославленные воины, прошедшие сотни сражений. Сейчас на их глазах четверо семилетних мальчишек, до того во что-то игравших, насмерть сцепились друг с другом. А так как один из них был более рослым, сильным и более умным, трое других объединились против него и теперь ожесточенно, но на редкость бестолково, махали кулаками, стараясь хоть куда-нибудь попасть. Более рослый, а им был малыш Логан, хоть и оказался в меньшинстве, но пока неплохо справлялся. Он к тому же оказался и более ловким и попадал в намеченную цель чаще, что естественно способствовало успешному ведению «ээээ» боевых действий. Двое уже блистали разбитыми носами. Но и Логан не обошелся без ранений, ему расквасили губы и довольно сильно. Несмотря на ловкость и силу, парень явно проигрывал, все-таки противникам было трое. Он не мог справиться со всеми сразу, но и отступать не собирался. Ссора детишек грозила обернуться серьезными увечьями, как минимум для одного из них. Учителя, сильнейшие из воинов Тара, во многих боях заслужившие честь учить молодых в малом городе и не думали вмешиваться. Наоборот. Они разделились и каждый болел за своего фаворита, подбадривая его криками, руганью и призывая порвать на части этого или этих недоноска. Тем более не смели разнять дерущихся несколько присутствующих здесь рабов и десятка-два детей того же возраста, что и скандалисты. Малышам нравилось смотреть на боку товарищей, и они тоже подбадривали своих фаворитов. А рабы? Видите ли, им очень хотелось жить. Да, вот такие странные, просто жить. Попытайся один из них хоть пикнуть, и завтра же кто-то из 16-летних арийцев, перед последним учением, испробует остроту своего клинка на их шее. Да и как иначе? Этим мальчикам предстояло не в поле за плугом ходить, они вырастут воинами славного города. А значит стали крепче должны быть они и пантеры быстрее. Вскрикнув, малыш Логан рухнул в пыль. Его противники встали над ним, хрипло дыша, и стиснув кулаки. Мальчик приподнялся, и со стоном упал обратно в пыль. На лицах его противников, бешеное выражение стало уступать место довольным, победным и немного злым ухмылкам. Притихли войны. Нет. Ни беспокойство за сына королевского или здоровье его, заставило их замолчать, недовольство на их лицах, ярость и презрение сменяли. Не только к побежденному. Что из них вырастет? Их же в первом бою положат. Вы. Щенки. Гремел Радон, встав над стонущим на земле Логаном. Почему вы остановились? Вы слышите стоны? Вы видите, что он двигается, что он в сознании. Дети смущенно отступили на шаг. Они не совсем понимали, и еще им было страшно, огромен был воин и страшен в гневе. А они ведь просто дети, крохи рядом с гигантом Радоном. Они меня еще и боятся. Бросил Радон учителям-воинам, смеясь во все горло. И с презрением добавил. Трусливые шакалы. Девки, рабов, смелее вас, недоносков. Что я скажу вашим отцам? Ничего. Мне будет стыдно сказать могучему бесстрашному Друнару, что его сын Ронар никогда не вырастет воином. Что малыш Ронар сопливая девочка? Друнар сгорит от стыда. А твои подружки Бунар и Лангар? Что тут сказать? Они славные девочки. Воины хохотали так, что дрожала пыль под их ногами. Им вторили другие дети. Трое парнишек, что были осмеяны великим воином, покраснели от стыда. По щекам Лангара катились горючие слезы обиды. Но страх ушел, он утонул в стыде и ненависти. Набычившись, все трое крепко встали на ногах, испепеляя Радона полными ярости взглядами. Хорошо. Уважительно кивнул Радон. Не пристало сыну славного города бояться, кого бы то ни было. Он посмотрел в их лица повнимательнее. А вот бросать противника, врага, когда он может встать, нельзя. Вы втроем стояли над ним, как три барана, готовых к закланию. Будь у него нож, один из вас, а то и все трое пали бы рядом, с распоротым брюхом. Пареньки чуть удивленно посмотрели на Логана. Об этом они и не думали. Да и они же знали, нет у него ножа и вообще. Но он. Он же. Он пошевелиться-то не может. Говорил молодой Ранар. Да? Оскалился воин. Он склонился над мальчиком. Почему ты упал? Уд, дарили. Не заметил. Сильно ударили. Хрипел ребенок, глотая пыль. Почему ты лежишь?